Вы понимаете, ситуацию вы не сможете изменить, потому что ситуация не в этом заключается. Ситуация в том, что вам надо, вы находитесь на том этапе развития вашей личности, что вам надо сейчас Бога принять главным в вашей жизни, а не человек. Вот. И если вы так сделали, то для вас нет ситуации уже. Вы можете спокойно приехать назад, жить с женой, и ничего плохого в этом не будет. И она потом вас простит. Потому что ситуация заключается в том, что пока вы надеетесь на то, что она вас простит, она простить не сможет. Потому что в данном случае возможность получить прощение заключается в сдаче экзамена. А экзамен таков в вашей жизни, что вы должны стать самодостаточными. Не зависеть от того, простила она вас или нет. Как только это произойдет, и она простит сразу. Она начнет прощать с этого момента, как только вы не будете зависеть от этого момента. Ну, допустим, она будет кричать там, ты меня предал, там, туда-сюда. А вы будете понимать, что просто она устала, устала от жизни, и ей что-то надо кричать. Понимаете, женщины, когда устают, им плохо, когда они выбирают всегда то, что разрушает психику мужчины. Сказать что-то. Так устроена эта природа женщины. Просто они говорят это не от того, что как бы они так чувствуют, а чтобы показать свою силу женскую, свою значимость. Вот, допустим, мне жена может сказать, если она плохо себя чувствует, она мне говорит, «У меня к тебе нет никакой любви». Она мне так говорит. Я знаю, что это значит. Это значит, что я устала. Я устала. И хочу тебе сделать больно, потому что мне больно. Все, больше ничего это не значит. Женщины согласны? Да. Вот если вам все равно, то давайте поговорим о другой стороне медали. Понимаете, вы человек принципа, принципиальный человек. И если вы как бы в жизни в чем-то проиграли, то дальше как бы жить, вы не знаете зачем. Ну, то есть, вот настолько у вас принцип этот развит в жизни, как бы принципиальность такая. Вот вы сейчас, допустим, в этом проиграли. И зачем тогда создавать новую семью? Для чего ваша психика привязана к той ситуации? Потому что для вас даже важнее сейчас не то с женой вы будете жили. Для вас важнее вот эта победа всего. Победа заключается в том, что вы просто перестаете обращать внимание на эту женскую природу колкую. Хоть она и колет самое больное в вашей жизни место. Вам надо просто думать о Боге, верить в Него, не обращать внимания на жену. И просто приехать и спокойно жить рядом с ней. Она примет вас назад, потому что у нее нет выбора. И просто жить ей, как бы понимать, что вот эти все ее понты, по-русски сказать, это просто вот что-то внешнее. Внутри, вот сейчас если взять ее внутренность, она очень сильно переживает, что вы уехали. Плачет там, переживает. А внешне, если, допустим, как бы вы с ней начнете разговаривать, она скажет, что матово видеть тебя не хочу, разводимся. А внутри она думает, что я осталась одна, я не справилась. Так устроена женская психика просто. Она противоречива по своей природе. И мудрый мужчина, он просто на это не обращает никакого внимания. Просто приезжает, живет дальше и все, и не парится.